This conference will now be recorded. Я немножко расскажу вам о центре, если, может быть, кто-то у нас еще не учился. И далее мы вместе с Надеждой Новиковой, ведущим преподавателем по дизайну интерьера, обсудим, как планировать и развивать свой карьерный путь специалистам в области дизайна интерьера. Сегодня также к нам присоединились Ольга Астафьева, дизайнер компании LoveDom, которая занимается дизайном интерьера, и Синис Илона, выпускница нашего учебного центра, которая сейчас успешно реализуется в профессии. Мы специально пригласили дополнительно спикеров, чтобы более полно осветить эту профессию и рассказать о ее возможностях с разных сторон. Итак, я сейчас вначале скажу пару слов про учебный центр, о вас попрошу в чате написать, на какой вы сейчас стадии. Вы только входите в профессию, только присматриваетесь к ней, тогда поставьте нолик, еще ничего не начинали. Или вы сейчас учитесь и уже что-то освоили, какие-то инструменты дизайна, может быть, какую-то теоретическую часть, тогда поставьте единичку. Если вы уже работаете, уже где-то практикуете, поставьте двоечку. Можно прямо в чат, тогда нам будет понятнее, на кого мы сегодня ориентируемся. Итак, немного про наш учебный центр. Мы на рынке образовательных услуг уже более 29 лет. В этом году у нас юбилей, 30 лет. Мы проводим различные активности, разыгрываем подарки. Следите за нашими новостями на сайте. Мы вам гарантируем стопроцентное качество образования за счет уникального сочетания бауматской методики преподавания, современных технологий проведения обучения и практик ориентированного подхода. Также у нас есть программа трудоустройства выпускников. В двух словах, о которых я сейчас расскажу. На этапе обучения мы включаем в программу специально практические кейсы, которые вы выполняете, потому что на рынке труда сейчас больше ценят практические навыки, чем просто диплом или документ. Наша задача, конечно, этим навыком вас обучить и на них сделать акцент. Также при выходе на рынок труда важно правильно себя преподнести, важно правильно оформить резюме и позиционировать себя перед работодателем. Мы этому учим. У нас каждый месяц есть такие бесплатные семинары для слушателей. Пожалуйста, записывайтесь. Также ссылочку я отправлю в чат. Есть индивидуальные консультации для тех, кто у нас обучается по выходу на рынок труда. Что-то разобрать в индивидуальном порядке. Пожалуйста, записывайтесь. Также мы периодически проводим дни карьеры, разные вебинары, митапы. Следите за нашими новостями. Все вакансии от наших партнеров мы размещаем в наших каналах. И также какие-то есть эксклюзивные вакансии стажировки. Мы их вам направляем на почту рассылкой. Пожалуйста, можете там смотреть и с ними ознакомливаться. Итак, сейчас я хочу передать слово Новиковой Надежде Германовне, нашему преподавателю по дизайну интерьеров. Надежда, наш преподаватель-практик, специалист высшей квалификации в области дизайна интерьера, полиграфии и рекламы. Подробнее о себе она сейчас сама расскажет. И о своем становлении на этом пути Надежды Германовне передаю вам слово. И права презентера. Микрофончик только у вас выключен. Картинки тоже нет. Давайте я пока посмотрю в чат. Я вижу, что очень много людей, которые еще совсем, ну, только на этапе определения, куда идти, как эту профессию, как в ней получить свое становление. Я также вижу, что кто-то начал. Если у кого-то прерывается звук, пожалуйста, можно выйти и зайти. Иногда это помогает. Слышно ли меня? Да, вас сейчас слышно, я слышу прекрасно. Всех приветствую. Немножко о себе расскажу. Заниматься архитектурой, а потом уже и дизайном я начала очень давно. Собственно, сразу после выпуска из школы. Начинала свой путь в архитектурной мастерской, знаменитая 13-я мастерская Моспроекта. Потом я ушла в дизайн интерьера. По первому образованию я дизайнер-проектировщик интерьеров. По второму искусствовед. Одно другому помогает. И я на начальных этапах занималась разработкой проектов таких микрорайонов, которые еще в свое время были почти окраины Москвы. Марьино, Граевороново, Текстильщики. Сейчас это уже ближе к центру находится. И в течение более чем 25 лет я уже специализируюсь только на интерьере. В основном это жилые интерьеры. На квартирных домах и в отдельных коттеджах. Кроме того, в 19 лет я уже преподаю в учебном центре специалист по своему профилю дизайн интерьера. Почему, собственно, стоит заниматься этой профессией? Ну, во-первых, так или иначе, каждый из нас сталкивается с интерьерами. Кто-то пытается самостоятельно обустроить его. Кто-то приглашает специалистов. И хочется бить гнезда свои правильно. И это совершенно понятно. Это первая позиция, почему, собственно, стоит, ну, если не заниматься, то изучать интерьер. Кроме того, если рассматривать это с профессиональной точки зрения, то это одна из самых интересных и замечательных профессий. В силу того, что она предельно синтетична. Поскольку мы работаем с людьми и делаем интерьеры для людей, соответственно, мы должны знать, как к ним подойти, что им требуется. Далеко не все идут сразу на контакт. Значит, мы должны заглянуть несколько дальше, чем нам пытается представить это заказчик. Значит, нам нужна психология. К этому привязывается физиология. Без этого никак. Кроме того, за этим следует абсолютно специфическое знание. Это эргономика. Это то, что составляет мощную вазу для нашей деятельности. Что такое эргономика? Эргономика – это наука, которая показывает, как должен вписываться человек в искусственную среду. Она разруливает все сложные ситуации. Кроме того, если говорить о профессиональной деятельности, то использовать свои знания и навыки можно в очень разных областях. И оформители, и декораторы, и консультанты. Многие уходят в дизайн мебели. И это тоже непосредственно связано с дизайном интерьера. Ну и постоянная востребованность такой профессии. Строительство идет очень мощно. Соответственно, мы должны отвечать потребностям сегодняшнего дня. А правильно строить интерьер – это и наука, и искусство. Именно поэтому стоит изучать эту дисциплину. Собственно, что нам нужно для того, чтобы мы с вами правильно вписались в профессию, если это жизненно необходимо для вас. Потому что, ну, с одной стороны, очень разрекламированная профессия. С другой стороны, для того, чтобы стать любым профессионалом, нужно огромное желание. Соответственно, если это желание есть, с чего можно начинать, и на что стоит обратить внимание. Ну, первое. Очень желательно, чтобы приступающий к изучению дизайна интерьера претендент или слушатель имел хотя бы начальные навыки черчения. Кто это дает? Никто еще существов не сбрасывал ручную работу. И, как правило, самые первые поиски образа, функционала начинаются с ручной работы. Всевозможные пометки на полях, почеркушки, эскизы, сделанные от руки. Это удобно. И черчение тоже, когда под рукой у нас чертежный инструмент, это немножко облегчает ситуацию. Кроме того, эти две дисциплины – рисунок и черчение – они очень между собой связаны. Почему? Потому что если начинаете с черчения, но не очень уверенно чувствуете себя в области рисунка, то практика чертежная, она очень быстро приводит к тому, что человек начинает правильно понимать построение интерьера, перспективу интерьера, и ему легко перейти от черчения к рисунку. А рисунок – явление удивительное. Мало того, что он помогает нам в творческом процессе, это еще и универсальный язык. Мы постоянно должны защищать свои проекты. Мало того, что придумать нужно, создать его, его нужно защитить. И вот когда идет защита или обсуждение проекта, когда слова исчерпаны, на пальцах уже ничего невозможно объяснить, когда мы начинаем рисовать, многое становится ясно, и быстрее можно прийти к какому-то правильному решению. Поэтому это сбрасывать со счетов никогда нельзя. Далее. Дизайн относится к неизобразительным видам искусства, хотя оперирует он теми же самыми методами, что и изобразительное искусство. А это в первую очередь владение, уверенное владение композиционными средствами, формообразование, знание законов композиции, наделить форму цвета, создать сценарий световой. Вот это все входит в наши непосредственные обязанности. Знание стилей, вопросы стилеобразования. Дело в том, что как бы мы не хотели провизвольно наполнять интерьер, дело в том, что есть такое понятие целостность восприятия. И если интерьер целостно собран, то есть это как хорошая песня, из которой слово нельзя выкинуть, человек будет чувствовать себя в нем комфортно, он будет отдыхать или работать в зависимости от тех нужд, которые он возлагает на интерьер. Поэтому вопросы стилеобразования очень для нас важны. Отделочные материалы, оборудование, мебель. Нужно легко ориентироваться в этих вопросах с тем, чтобы при проектировании не возникали, как пробки на дорогах, мы не останавливались в своем движении. Ну и, конечно, сегодняшний день уже давно диктует нам необходимость владения компьютерным программами и графического толка. Для нас интересны три программы в первую очередь. Это не единственные, но, наверное, первоочередные. Первое – это фотошоп. Работа с цветом, текстурами, фактурами. Если нужно внести картинку в интерьер, мы можем это сделать с помощью фотошопа. Достаточно простая, во многом интуитивная программа, но крайне необходимая. Кроме того, вот всю основную проектную часть, то есть чертежи, удобно делать в архикаде. Многие говорят, а есть еще автокад. Вот, согласно, и то, и другое употребимо в нашем случае. Но архикад нам ближе. Почему? Потому что мы идем следом за архитектором и как бы воспринимаем все то, что заложено уже с помощью архикада. А это родная архитектурная программа. Значит, вся документация, чертежи оформляются в основном в архикаде. Есть более широкие возможности у этих программ, но основная все-таки ложится на разработку документации чертежной. И вопрос визуализации. Без картинки, без представления заказчикам, во что же все выльется, трудно работать, разрабатывать интерьер с тем, чтобы нам поверили, чтобы удостоверили, что все, то, что хочет заказчик, понято правильно и расставлено все по своим местам. Поэтому картинка, визуализация, сделанная в графической программе, она убедительна, она фотореалистична. И, соответственно, это третья составляющая того, что мы должны представить заказчику. Все три программы у нас рассматриваются. И это уже веление времени. Ольга. Да, я здесь. Итак, мы можем двигаться дальше, правильно я поняла? Думаю, да. Отлично. Давайте продолжим наш разговор о профессии. Как-то сейчас Надежда накидала общими такими мазками, что необходимо любому дизайнеру интерьера. Давайте сейчас пригласим выступить Ольгу Астафьеву, дизайнера дизайн-студии «Лавдом». Это наш партнер, стажировки которого мы предлагаем нашим выпускникам. И хочу попросить Ольгу рассказать, как устроена вот эта внутренняя кухня в их дизайн-студии, за что дизайнер отвечает, какие к нему требования, и как с практической части все это реализовано. Ольга. Ольга. Всем добрый день. Меня видно, Ольга? Да, я вас слышу, вижу. Я хотела бы, конечно, рассказать об этой удивительно прекрасной профессии. Пришла я в неё не сразу, в 30+, больше чем 12 лет назад. Путь мой начался со школы-студии «Детали», но я хочу сказать, что это такое самое начало, которое не даёт ещё представления профессии в целом. Я вот сейчас Надежду слушала, и да, действительно, вот курсы автокада, архикада, но я лично использую архикад, фотошопа, 3D-макса, это то, что я нанизывала в итоге после неких декораторских навыков. И вот я хотела сказать, что есть два пути, по которым может пойти начинающий дизайнер. Это путь от технического к декораторству и от декораторства к техническому. Но это неизбежно нужно и то, и другое. И необходимо просто для себя определить, что вы сейчас умеете лучше. То есть если вы сейчас умеете лучше, например, декорировать, вы чувствуете в этом силы, да, то можно начать с этого, и потом вы всё равно поймёте необходимость технической части, потому что вот действительно нельзя выразить это всё словами, нельзя это всё какими-то там набросками, да, это всё равно проект представляется в каком-то серьёзном виде. Я считаю, что настоящий дизайнер, и, кстати, хотела вот что сказать, что у нас Россия уникальная страна с той точки зрения, что, например, если мы возьмём Европу, то у них будет архитектор, дизайнер, декоратор. Наш заказчик к этому не готов, да, и поэтому дизайнер – это больше, чем дизайнер. Мы немножко архитектор, немножко декоратор, немножко дизайнер. Мы вынуждены так работать, потому что наш заказчик готов платить пока только вот единственному человеку, если мы не говорим про большую архитектуру домов, да, а говорим про архитектуру внутреннего пространства. И поэтому, безусловно, эти навыки, они необходимы любому дизайнеру, иначе он будет называться не дизайнером, да, вот в рамках именно нашей страны, а он будет просто, например, декоратором. Он должен будет зайти в готовое помещение и там расставить что-то. Как устроена студия? У нас есть специалисты, которые выполняют разные функции. У нас есть специалисты, которые выполняют визуализацию. Это абсолютно отдельные специалисты. Это, кстати, очень классная профессия для тех, кто боится общаться с живым заказчиком, потому что психологическая часть нашей работы, она очень серьезная, и ее нужно выполнять очень уверенно. Но, например, очень любят дизайн, да, и визуализатор – это классная профессия, которая помогает на аутсорсе выполнять дизайнерские задачи, при этом не общаться напрямую с заказчиком. У нас есть проектировщик прекрасный, который знает все технические аспекты, и он тоже работать может на аутсорсе, иногда мы работаем оффлайн. Ему нравится эта часть профессии, и это целая большая профессия, которая позволяет действительно зарабатывать деньги в свободном режиме, независимо от графика. Есть дизайнеры, есть я как главный дизайнер, который контролирует других дизайнеров. Мы готовим техзадания для визуализаторов, для проектировщиков. Мы проверяем их результаты. Задания мы готовим в двух программах. Вот мы используем, как Надежда сказала, фотошоп, да, это очень хорошая программа для того, чтобы готовить технические задания. Мы еще иногда готовим в аналоге, в программе Procreate. Это программа для iPad, ну, это аналог фотошопа. Вот. И с чего начать свой путь – это просто понять, к чему вы ближе, потому что не любить то, что вы делаете, если вы не будете любить то, что вы делаете, вы в этом не будете успешны никогда, это правда. И поэтому, если вы приняли решение стать дизайнером, если вы приняли решение, что это ваша профессия, и вот, кстати, я хотела сказать, что сейчас это супер востребованная профессия по нескольким причинам. Причина номер один, что действительно наше общество пришло к тому, что эту работу должен выполнять профессионал. У нас раньше дизайнер – это был специалист для очень богатых людей. Сейчас к услугам дизайна приходят люди совершенно разного уровня достатка, и дизайнер может выполнять же и минимальные какие-то функции, например, грамотно просто распланировать пространство и дать возможность заказчику с какими-то рекомендациями пойти дальше. А может довести это до конца. У нас, например, есть такие разные тарифы. То есть тариф первоначальный, когда планировка совершается, то есть это невозможно сделать самому, это правда. Я всегда привожу в пример человека, который пришел к зубному и сам начнет себе лечить зубы. Это как бы невозможно. Поэтому можно заказывать у нас минимальный пакет, и есть специалист, который его выполняет, и человек сам дальше идет делать все остальное. Есть до максимального пакета, когда заказчик вообще может практически не участвовать в процессе. У нас есть такие заказчики с большим уровнем доверия, которые мы делаем не первый проект, но они просто отдают нам все в наши руки, и мы уже выдаем конечный результат. Поэтому начать можно с любых курсов. Я прекрасно знаю ваш центр. Я сама проходила курсы очень давно по архикаду. Я знаю, что техническая часть у вас очень сильная. И специалисты выходят действительно сильные. И действительно я смогла после этого работать как проектировщик. Просто, ну, потом мы стали это делегировать. Потом я поняла, что моя сильная сторона – это в концепции. Но я могла остановиться на любой. И дизайнер учится бесконечно. И я учусь бесконечно. Я бесконечно ищу какие-то новые программы, какие-то новые возможности. Я постоянно иду вперед, потому что невозможно остановившись, ты перестаешь развиваться в этой области. В этой области однозначно. И вот, кстати, вторая причина, по которой эта профессия очень востребована, показала пандемия. Вот действительно люди по-другому начали относиться к своему дому. И сейчас у нас просто бум заказов, очень много работы. Общество осознало, что дом – это не только место, куда вы приходите. Дом сейчас стал кабинетом, детским садом, рестораном и так далее. И общество отнеслось к дому как к месту, где им должно быть хорошо. И поэтому к нам стало обращаться намного больше заказчиков. Также стали обращаться заказчики, которые приняли решение продавать городские квартиры и переезжать в дома. Поэтому у нас сейчас бум прям проектов домов загородных. И мы действительно показываем, всегда рассказываем, как можно по стоимости небольшой квартиры в Москве построить дом в ближайшем Подмосковье. Это реально. И у нас уже не один заказчик есть, который переехал. И мы счастливы, что у нас есть такие кейсы. И вообще наша профессия, она про любовь. Я всегда говорю, что не полюбив заказчика, невозможно сделать что-то для него хорошее. Это действительно про любовь. Про любовь к заказчику, про любовь к региону, в котором ты это делаешь. Потому что мы в России, у нас дизайн должен быть русским. Я не говорю, что русским там какой-то прям. Человек, который заходит в помещение в нашей стране, он должен понимать, что он в России. Что, например, в Сочи в России, или в Москве в России, или в Владивостоке в России. Но не в Токио, например, или в Сингапуре. И у нас профессия отчасти еще и психологическая. Потому что мы успокаиваем, мы уговариваем, мы убеждаем. Мы должны довести человека до результата, до какого-то, чтобы в конце, не осознавая, что сейчас, вот он не может понять, чтобы в конце заказчик был доволен. Я вот, кстати, сегодня, был у нас такой кейс, что заказчик просто не понимал, как это лестница. И потребовалось несколько часов действительно работы, чтобы и так, и так, и так показать. Вот смотрите, вот так вот будет лестница. И навык вести переговоры, это тоже очень важный навык. В общем, как такое резюме, как определиться и как выбрать свой путь, нужно понять тип себя, как человека. Вот если вы человек общительный, человек, умеющий найти компромисс, человек, который любит людей, вы можете общаться с людьми, вы можете себя реализовать в части дизайнера, дизайнера именно. Если вы человек, который любит дизайн, но не уверен в себе с точки зрения общения, с точки зрения возможности убеждения, вы можете себя реализовать, как, например, визуализатор. Это тоже захватывающая, очень крутая профессия. Вы фактически создаете дизайн в компьютере, да, вы строите дом, вы строите интерьер, и это тоже очень здорово. Если вы больше тяготите к технической части, я, например, обожаю техническую часть проекта, просто, правда, обожаю, вы можете реализовать себя как проектировщик в сфере дизайна. Вот, и хотел сказать, что профессия у нас просто удивительная и классная, и если в это окунуться и ее полюбить по-настоящему, вы получите и очень хороший финансовый достаток, это правда, и эмоции, и самые главные эмоции, это наши счастливые заказчики. Ольга, спасибо огромное, такое, знаете, вдохновляющее представление о профессии. Я прям сама загорелась. Можно я вам пару вопросов задам по вашей компании? Вот какие для дизайнера интерьеров входные требования? Мы очень любим новичков. Мы очень любим новичков, потому что мы любим, чтобы мы показали, как мы работаем. Поэтому мы очень любим выпускников всевозможных курсов, которые мы берем под свое крыло и начинаем учить дальше. И мы всегда говорим, что это взаимовыгодный обмен. Мы получаем молодой какой-то вход. Я не с точки зрения возраста, а с точки зрения чего-то нового. Свежий взгляд. Да, свежий взгляд. Да, спасибо. При этом мы готовы делиться своим опытом, сразу давать практическую работу и показывать все аспекты. И у нас такое бывает, что, например, может прийти сотрудник на какую-то позицию, например, связанную с проектировками, а потом он увидит, что ему интересно в чем-то другом. И мы очень спокойно переориентируем и всегда помогаем. И вообще мы считаем, что в нашей профессии все должно быть по любви, с позитивом. Только так. Вот поэтому мы только так и работаем с нашими сотрудниками. У нас всегда очень классная атмосфера. И творчество в другой атмосфере быть просто невозможно. Супер. А можно вот тогда сейчас поконкретнее? Что должен знать, допустим, дизайнер, который хотел бы у вас начать свой путь? Вот выпускник, допустим, фотошоп на каком уровне? Или может быть там архикад на каком-то уровне? Вот так сориентировать, чтобы люди уже могли понять, я достиг этого уровня, я могу к вам стучаться, например. Мы обычно называем это азы, но азы, конечно, условные. То есть человек должен пройти какой-то курс, он не обязательно, чтобы он знал все. Мы доучим, мы расскажем, мы всегда открыты. Но если, например, рассматривать с точки зрения фотошопа, это какие-то элементарные коллажи человек должен уметь, потому что для нас коллажи это основа тех заданий для визуализаторов всегда. То есть человек должен уметь делать коллажи. Не обязательно их изначально в перспективе, хотя в перспективе это, конечно, нагляднее, иногда не заменяет визуализацию. Если с точки зрения архикады, человек должен строить элементарные планы, те, которые есть в проекте. Планы полов, потолков, перегородок, монтажа, демонтажа. То есть вот этот набор планов, это не архитектурный проект, это набор планов. И вот для нас нужно, чтобы это умели. Но я хочу сказать по себе, закончив очень-очень давно ваш курс по архикаду, для меня это было предостаточно для того, чтобы я смогла уже полноценно для своих личных проектов, не как проектировщик, для своих проектов, очень долго я очертила абсолютно сама самостоятельно. Вот такого уровня выхода с курса вполне себе достаточно, чтобы начать работать и начать зарабатывать. И, кстати, очень классное преимущество, что мы просто говорим, когда работа должна быть готова, и мы никогда не контролируем рабочий день. Это очень подходит для тех, кто совмещает работу, или для молодых мамочек, или для молодых специалистов. То есть мы никогда не следим, когда наш сотрудник, именно такая работа, неоперативная, когда он ее выполнит. Нам все равно, нам самое главное, есть дата, есть выполненная работа. Отлично, спасибо. Тогда какие-то ваши контакты оставьте, пожалуйста, у нас в чате, чтобы, может быть, кто-то из слушателей заинтересуется. Ольга, спасибо огромное. Я очень с вами согласна в том, что профессии дизайнера нужно учиться. Ну, соглашусь даже в большем, потому что в любой профессии, если ты хочешь как минимум не отставать, надо постоянно повышать квалификацию. Такая сейчас реальность в нашей жизни. Ну, в любой профессии. Все правы. Вот, и, конечно. Спасибо. Следующего, кого хочу пригласить, тоже немножко рассказать в ракурсе профессии про свой опыт, нашу выпускницу Илону Синис. Илона, включайтесь. Илона закончила наши курсы по дизайну интерьера и сейчас успешно применяется в профессии, но в достаточно таком нестандартной роли. И почему, допустим, вот рассказ Илона для меня ценен, потому что не всегда в каждой профессии есть прямо такой, знаете, прямой путь. Вы всегда можете искать где-то рядом и найти себе применение. Илона, расскажите, пожалуйста, про ваш опыт. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Илона Синис и я руководитель Академии Ойкос в России. Дело в том, что фабрика Ойкос это итальянская фабрика и мы уже более 35 лет производим краски, экологичные краски. Это наша фишка. И так получилось, что я работаю с этими красками уже 19 лет. И я начинала в свое время как менеджер по продажам, много лет в московской рознице, потом 4 года я руководила школой мастеров Ойкос. Мы обучали декораторов, мастеров по всей России. И сейчас, как руководитель Академии Ойкоса, это подразделение, принадлежащее итальянской фабрике. Я занимаюсь обучением менеджеров по продажам, декораторов, искусства обращения с нашими красками. И также по России я провожу мероприятия для дизайнеров и архитекторов. Ну, такие значимые мероприятия. То есть работаю по всем регионам России, там, где есть дилеры Ойкос, там, где есть наши импортеры. И несмотря на вот огромный ассортимент, который есть в нашей фабрике, это там и гладкие краски, и декоративные, и красадные, технический аспект за все эти 19 лет, представьте себе, он же не меняется. То есть материалы как есть, так о них и рассказываешь. И меняется лишь подача информации, меняются декоративные эффекты, меняются вкусы, предпочтения заказчиков, цветовые предпочтения. И уследить за всем за этим без специальной подготовки мне в какой-то момент стало очень сложно. И мне захотелось больше такой глубины подачи информации. Захотелось общаться с дизайнером на одном языке и понимать, как рождается проект. Потому что архитектор и дизайнер это основной потребитель продукции, основной потребитель красокойкос. И как раз момент профессионального выгорания за такой долгий период работы, 19 лет, только представьте на одном месте с одной фабрикой, он тоже имел место быть, друзья, и поверьте, не раз. И как раз обучение в центре специалист дало мне возможность развиваться в моей профессии и получить не только новые знания, но и выйти на качественно новый уровень. Первое, такой опыт у меня был очень сильный, когда я поняла, что я заряжена вот этими знаниями, это в период пандемии. Именно благодаря своему обучению я смогла создать и провести более 25 новых вебинаров для всех наших дилеров ОИКОС, которые в то время многие сидели дома и не имели возможности полноценно работать. И, кстати, это более 50 городов России, и страны ближнего зарубежья. То есть люди в период пандемии слушали вот эти вебинары, и они чувствовали поддержку фабрики. Поверьте, для нас, как для производителя, это было очень важно. Это была очень своевременная помощь им. И вот именно обучение дало мне эту почву под ногами, уверенность в собственных силах, вот эта наполненность, эту глубину. То есть вот этот заряд, который я получила в учебном центре, все эти знания, они позволили мне проделать эту колоссальную работу. И эти вебинары есть в записи. Я очень рада, что вот это тяжелое время, этот прошлый год, он был насыщен вот такой работой. И это благодаря обучению. В этом году фабрике ОИКОС понадобилась помощь дизайнера в разработке цветовых коллекций для России, новых цветовых коллекций. И я осмирилась предложить свою помощь и свое видение. Друзья, поверьте, я никогда бы раньше не подумала даже завалить на свои плечи вот такой груз, такую большую ответственность. И я очень рада, я просто счастлива, что появилось две новые коллекции. Могу их показать вам вот здесь в руках. Первая коллекция посвящена гладким краскам ОИКОС. Вы наверняка знаете, что гладкие краски вот в последнее время обретают совершенно огромную актуальность и популярность. Мы в ОИКОСе не так часто раньше уделяли им внимание. И вот эта коллекция называется Spacio ОИКОС Interior Collection 2021. Здесь 20 оттенков красок. Мы сделали вот такие вот маленькие образцы, это мини-выкрасы. И поверьте, подобного инструмента в ОИКОС никогда раньше не было. То есть при этом стандартные каталоги ОИКОС, для понимания покажу вам, они выглядят обычно вот так. То есть это цветовые раскладки вот такого типа. И мне показалось очень важным представить разные текстуры, разные степени глянца, красок непосредственно вот на этих мини-выкрасах. Потому что ведь очень важно, как я поняла, дать дизайнеру почувствовать особенности вот этих красок. Потому что есть и совершенно зеркальные поверхности, есть и глубоко матовые. И я поняла, насколько важно представить гладкие краски не только вот в таких веерах и вот в этих каталогах, да, а непосредственно на поверхностях, на выгросах, пусть даже вот таких вот небольших. Я стала понимать, что важно дать заказчику возможность прикоснуться к поверхности, ощутить вот этот тактильный эффект, который впоследствии будет у него на стенах. Ощутить уже в процессе выбора краски. То есть для меня это стало очевидным. Вдруг, хотя работаю столько лет, но вот понимание пришло только, когда я столкнулась именно со сферой дизайна интерьера, именно в плане обучения. И все оттенки этой коллекции имеют свое имя. Я осмелилась дать им даже личные имена. То есть это не только код из цифр и букв, потому что в Оикосе приняты просто вот такие коды, да, а здесь каждый оттенок имеет свое собственное имя. И, на мой взгляд, подбор, процесс выбора цвета и наличие имени у оттенка дает возможность именно сделать этот выбор более эмоциональным, более приятным. И многие эти цвета звучат интригующе, звучат привлекательно. Здесь есть и побег папайи, и пульная роза, здесь есть и цвет платана, и полынь, и ледяной синий, и ощущение близости с природой. Вот мне показалось, что очень важно как раз в период пандемии поддержать людей вот этими оттенками природы, естественными, очень спокойными. Кстати, здесь практически нет серых цветов, несмотря на их очень большую популярность. Мне показалось, что цвета природы, натуральные, естественная гамма, цветовая, она лучше задаст именно в интерьере гармоничное пространство, то есть ощущение гармонии, ощущение поддержки. И вот это чувство, это понимание цвета, которое наверняка у меня когда-то было, но оно не было сформировано. Вот это ощущение цвета и понимание того, что я хочу через эту коллекцию выразить, друзья, оно пришло только после обучения. То есть как будто бы открылись глаза, как-то по-другому я стала все это видеть. И пришло понимание потребностей дизайнеров в таком удобном инструменте, маленьком, как вот эти мини-выкрасы, которые можно взять с собой. Кстати, все эти цвета коллекции прекрасно комбинируются друг с другом, чему я очень рада. Это такая просто как игра с цветом. И случился еще такой вот прорыв. Наконец-то фабрика Oikos обрела пробники, пробники цвета, которых никогда у нас не было до этого. Мне стало ясно, что пробники цвета имеют очень важное значение, потому что одно дело, если ты покупаешь сразу литровую фасовку, другое дело, если ты можешь взять вот такую 100-миллилитровую баночку и понести домой и выкрасить ее у себя дома. То есть сейчас в Oikos, я надеюсь, в скором времени во всех дилерских салонах появятся вот эти мини-пробники. То есть немножко все привычные вещи после обучения стали немного по-другому звучать, по-другому восприниматься, как бы открывается другое видение. А вторая коллекция, она посвящена совершенно новой декоративной краски, она называется Multi-Decor Skin. Это краска с тактильным эффектом замши или кожи. Она имеет матовую поверхность и очень мягкие такие переливы цвета. Вот этот каталог, друзья, был представлен 5 августа, и он является абсолютно новинкой Войкас. И как раз мною были подобраны цвета этого каталога. Для краски Skin дело в том, что каталога не существует даже в Италии, но она настолько актуальна сейчас для наших российских проектов, потому что вот это приятное тактильное ощущение замши, матовость, она очень актуальна сейчас для многих-многих наших дизайнеров. И 35 оттенков каталога были выбраны мной в соответствии с характером краски Skin. Это очень сдержанные цвета, это очень приглушенные оттенки. Такой вот легкий облачный эффект, который придает краска Skin любой поверхности, очень здорово смотрится со всеми цветами, где есть какая-либо доля серого. И оттенки эти, на мой взгляд, будут очень органично приняты российскими заказчиками, потому что у нас, в принципе, любят сложные цвета. Вот их здесь 35. И, кстати, вот еще очень такой удобный инструмент тем, что можно любой образец вот здесь, смотрите, вот так взять, вытащить и унести с собой либо приложить очень комфортный образец и такой рабочий размер А4. Мне кажется, вот этот инструмент станет таким знаковым инструментом для всех салонов Войкос, потому что, согласитесь, выбирать из такого каталога цвет намного приятнее, чем из каталога стандартного. Друзья, вот посмотрите, как до этого, с чем мы работали. Вот каталоги такого плана, где есть небольшие образцы, а колировочная карта представлена в таком виде. Попробуйте выбрать цвет отсюда. То есть, это, конечно, будет намного сложнее, чем на таких вот больших поверхностях. Поэтому я настаивала, чтобы поверхности были вот такого размера, с возможностью вынимать вот отсюда эти отдельные листы. То есть, это очень комфортно. Кстати, вот так можно даже делать, переносить с собой. Они очень мобильны и очень удобны, не рвутся, они сделаны на пластике. И еще один инструмент, да, маленький, это вот в виде веера. Необходимость вот таких инструментов для дизайнера, для обеспечения его работы как раз ко мне пришла непосредственно после обучения. И в школе дизайнер-специалист я прошла курс по цвету. У нас было очень много практических занятий. И поверьте, если бы вот этого курса у меня не было, я очень сомневаюсь, что я смогла бы сделать вот эти две коллекции цветовые. У меня просто бы не хватило ни духу, ни сил, ни знаний. И уже сейчас, кстати, я помогаю нашим новым дилерам оформлять интерьеры их салонов, их точек продажи. Я лично подбираю фактуры, я подбираю цвета для экспозиторов и для оформления поверхности стен. Вот готовится к выходу наш новый салон Новосибирский. И в сентябре будет командировка в Хабаровск. А ждем еще Челябинский Саратов в этом году. То есть очень предстоит большая работа. И я очень рада, что у меня есть вот это ощущение, эта уверенность, есть база знаний, которые я могу сейчас в своей профессии воспользоваться и быть полезной своей фабрике, развиваться. То есть уже в новом качестве. Надеюсь, что в скором времени вот эта помощь в оформлении салона станет для меня постоянной практикой. И, кстати, полученные знания также помогли мне избежать колоссальных друзья, просто колоссальных ошибок в моем собственном ремонте, который до сих пор идет у меня дома, в моем доме. И все становится намного проще, намного яснее, когда знаешь. Поэтому я очень благодарна учебному центру специалистов и очень благодарна лично Надежде Германовне за вот этот новый этап в моей карьере. Благодарю, друзья, благодарю вас за внимание. У меня все. Илона, большое спасибо за ваше выступление. Знаете, прямо как будто бы уже начался курс дизайна, и мы так немножко в профессию погрузились, потому что, правда, дизайнер, это его жизнь, сталкиваться с красками, с вот этими образцами, проводить много времени в салонах, помогая клиентам что-то выбирать. Ну, в том числе, да, кто-то тоже этим занимается. Вот. Я хочу еще сказать, Илона, спасибо огромное. Мы вернемся сейчас к продолжению. Я думаю, что Надежда Германовна сейчас просто очень вдохновлена тоже такой выпускницей. Вот. Может, скажете пару слов. Обязательно скажу. Я очень рада, что знания, которые слушатели получают на наших курсах, имеют такое продолжение, федерическое просто. И это важно и на локальном уровне, то есть личном уровне. И вы об этом сказали. Это важно и на профессиональном уровне. Это важно просто для творческого роста, чтобы человек чувствовал себя раскрывающейся личностью. Это очень здорово. Я очень рада за вас. Очень рада. Я очень рада. Спасибо. Это потрясающий заряд знаний, который вы лично вложили, вы дали мне. Вот, посмотрите, во что это все вылилось, и это только начало. Это счастье. Давайте. Я уверена, что я приду к вам снова. Я теперь без вас не могу просто жить. Я найду, чему еще получится. Обязательно. Так что мы увидимся, надеюсь, очень скоро. Буду рада. Буду рада. Спасибо, коллеги. Давайте продолжим наш обзор профессии. Немножко сейчас такую практику дали. Я, наверное, как специалист по трудоустройству тоже пару слов скажу, потому что у нас не так много времени осталось. И хочу присоединиться к тому, что правда профессия сейчас набирает обороты, и можно реализовывать себя смело, в том числе и в каких-то особенностях профессии, в том, что сейчас можно выбирать какое-то одно из небольших узких направлений, и не выполнять, допустим, все направления, только ту часть, где вы являетесь экспертом. Например, есть дизайнеры, которые берутся только за дизайн оформления внутреннего интерьера кафе или ресторанов, другие только квартир. И можно начинать с чего-то такого. На уровне обучения важно в этом сориентироваться, потому что выходя на рынок труда, вы обучаясь, вы делаете очень много практических работ, которые могут лечь потом в основу вашего портфолио. Я хочу просто тех, кто пойдет учиться, заранее сориентировать, что в этом портфолио важно к нему правда относиться с большой ответственностью, потому что вы потом, когда задумываетесь о выходе на рынок труда, у вас оно уже готовое и с хорошими работами, если вы везде к нему ответственно относились. Так, что еще хочется сказать по поводу зарплат, сделать небольшой обзор. Естественно, здесь тоже очень зависит от опыта работы и от региона проживания. Однако, сейчас профессия выходит уже на дистант, то есть все больше и больше людей, например, студия LoveDom, которая сейчас выступала, Ольга Астафьева, они в том числе рассматривают людей на дистанте, проживающих в других городах, то есть не обязательно быть в Москве. вот, но надо приготовиться к тому, что на старте пока у вас скорость работы достаточно низкая, а скорость работы одной из важных навыков, вы можете рассчитывать на какой-то 30-50 тысяч в месяц, ну и постепенно, естественно, это будет расти, но не ставьте какую-то заоблачную планку себе с самого начала. Также есть возможность фриланса, работа на себя, но будьте готовы, что здесь нужно, опять же, портфолио, то есть это прям первое, на что нужно делать упоры во время обучения и после, и в свободное время. Значит, что еще хочется сказать, ну такие вот hard skills на слайде перечисленные основные, да, и также обращаю внимание на то, что сейчас на рынке труда важно также не только, чтобы вы были суперспециалистом, владели какой-то программой, но также, чтобы вы были человеком, который бы вписывался в коллектив, сейчас такое модное слово, знаете, быть нетоксичным, быть готовым контактировать с коллегами, и вот как Ольга сегодня говорила, если вы выбираете уже профессию дизайнера, которую ориентируетесь на работу с клиентами, будьте готовы вот эти свои навыки коммуникации тоже подтягивать и прокачивать, потому что вот эти soft skills, мы их от профессии никогда не отдираем, они всегда внутри, и без них даже обладев, будучи суперспециалистом, они всегда остаются, и тоже их надо как-то развивать. Давайте, наверное, вот на этом свое постановление завершу, немножко поговорим, вот у нас осталось не так много времени, про саму дипломную программу, передам слово Надежде, так, и права презентера тоже. Мы ориентируясь на рынок труда создали такую дипломную программу, которая позволяет за достаточно оптимальный срок обучиться основным навыкам, которые востребованы сейчас на рынке труда и выйти в профессию. мы готовы вас поддерживать со своей стороны всячески на этом пути, но от вас тоже требуется освоение определенных навыков. Сейчас Надежда Германовна нам про них расскажет. Дипломная программа может продолжаться разное количество месяцев в зависимости от вашего желания, возможности от 6 до 10 месяцев. Что она в себя включает? Из теоретических дисциплин первое основы дизайна. По сути дела это вводный курс, где слушатели знакомятся с основными понятиями, как называется, как это правильно понимать, с тем, чтобы потом на эту базу можно было легко опираться. Далее важный очень курс, короткий на 16 часов, но очень важный для дизайнеров интерьера, цветоведение и колористика. Цветоведение общее название науки о цвете. Колористика это наука, которая позволяет перейти от теории к практике, а практики у нас на этом курсе очень много, порядка 75-80%, и именно этим и важен этот курс, что вы выносите конкретные умения, не только знания, теория тоже будет, но конкретные умения выносите, а это поверьте мне дорогого стоит для того, чтобы можно было легко оперировать цветами, применительно к интерьеру. Проектная графика для дизайнеров интерьера, практический курс по архитектурной графике. Я говорила уже о том, насколько важны умения свободно владеть карандашом, не важно, с линейкой, без линейки, потому что это основа основ нашего творчества. Дальше вы будете переходить, когда возревает проект, мы переходим уже к компьютерной графике. На начальных этапах ручная работа вещь очень полезная и нужная. Курс очень короткий, 16 часов, рассматриваются все позиции, начиная от самых простых подач. Тот, кто когда-то занимался черчением от ортогональных проекций до самых сложных построений перспектив. Далее, стилизация интерьера. С одной стороны, освоение практики, с другой, простите, освоение теории. С другой стороны, этот курс построен таким образом, что каждый стиль вы пропускаете через себя. вы, по сути дела, создаете свою энциклопедию стиля через отрисовки отдельных элементов, через собирание иллюстративного материала. Это важный момент с тем, чтобы такую сложную дисциплину, она не столько сложна, она очень интересна, но очень объемна. Так вот, через вот такой подход можно в кратчайшим путем прийти к тому, что вы будете разбираться в стилях. Далее, основные два курса современный дизайн интерьера, концепции, первая часть. Что это такое? Основные инструменты, композиции, работа с светом, работа со светом. В первой части именно это рассматривается и уже на этом этапе мы приступаем к проектированию. это отдельное помещение, но лучше начинать с такого легкого знакомства, которое не очень напрягает и не очень пугает слушателей. Далее, вторая часть современного дизайна интерьера, проектирование, это уже серьезная работа, погружение в проектную часть, чертежи, рассмотрение отдельных деталей. кроме того, серьезное отношение к отделочным материалам, к встроенным элементам, это уже полноценная работа над проектом. И здесь мы рассматриваем квартиру. И далее, строительные отделочные материалы. Этот материал идет в видеозаписи и идет обзор рынка отделочных материалов. ну и то, о чем мы с вами говорили, что для нас важны средства, волшебные кисти, которые позволят нам быстро, эффективно, многовариантно решать наши проектные работы. Это фотошоп и работа с цветом, текстурами и факторами. Это архикат работа с чертежами и 3D Max работа с визуализацией. Предполагается итоговая аттестация по ряду курсов и получение диплома. Что удобно в нашей дипломной программе? Актуальный учебный план. Вы можете варьировать набор курсов. Если у вас есть базовые знания в какой-то области, вы можете взять другой курс. Общая продолжительность рассчитана на 352 часа. Практические навыки, которые вам пригодятся затем уже в реальной дизайнерской деятельности. Кроме того, документы, что немаловажно. можно формировать дипломную программу индивидуально. И кроме того, можно дистанционно проходить, можно очно проходить, то есть смешанный формат обучения. Кроме дипломных программ, есть комплексные программы. Они адресованы в первую очередь тем, кто уже занят в профессии, но в большей степени интуитивно выстраивает все то, что требуется от дизайнера интерьера. К нам приходят получать базу для того, чтобы можно было полноценно опираться на знания и не с помощью интриции, а многие говорят методом творческого тыка, а опираясь на конкретные знания, кратчайшим путем идти к решению проекта. Это адресовано дизайнерам, проектировщикам, практикам, которым нужно базу подвести, декораторам, сценографам. Ну и это не будет лишним для тех, кто хочет самостоятельно свое жилище обустраивать тем, чтобы оно было выстроено правильно. это важный момент. Форматы обучения до 5 занятий в неделю, воскресные дни по 4 или по 8 академических часов каждое занятие. Обязательно выдается домашнее задание с тем, чтобы вы теорию отрабатывали на практике. Кроме того, это дает возможность начинать формировать портфолио, то, о чем мы уже говорили. Портфолио вещь великая, когда вы приходите устраиваться на работу, кроме самопрезентации, разговора о том, как вы гениальны, вам нужно показать, что вы умеете делать. И вот здесь портфолио просто незаменимо. Расписание может варьироваться, соответственно, без потери качества. Ну, и вот здесь заданы характеристики компьютера, которые понадобятся вам для изучения компьютерных программ. Еще раз возвращение к портфолио. Портфолио это альбом ваших творческих работ. Это ваше творческое лицо. Это очень важный момент, потому что без него, чтобы человек о себе не говорил, представить себе, какой он специалист, насколько он творческий человек, достаточно сложно. Что можно будет включить в портфолио? Разработку дизайн-проекта квартиры. создание эскизного проекта интерьера, цветовое решение интерьера, что очень важно на данном этапе, потому что чаще всего, вот я думаю, что вы люди заинтересованные, вы листаете модные журналы, и вы отмечаете, что чаще всего цветовое решение хромает даже в очень дорогих элитных интерьерах. поэтому разработка цветового решения полноценная, она очень важна. Стилистика интерьера, визуализация интерьера, подбор мебели и оборудования, подбор отделочных материалов. Все это будет иллюстрировать ваш подход к творческому процессу. Документы об окончании курса, свидетельства центра, если вы проходите один курс, удостоверение о повышении квалификации, если вы профильные курсы проходите, и диплом о профессиональной переподготовке, если вы проходите комплексную программу. Наиболее часто задаваемые вопросы. После старта курса можно ли присоединиться к нему? Если вы пропустили одно занятие, не один день, а чаще всего у нас сдвоенные занятия бывают, утро и день, так вот, если вы пропустили только одно занятие, наверстать будет достаточно легко. Если больше, смотрите, правильно рассчитывайте свои возможности, потому что это время дополнительное, это достаточно трудоемкая работа. Я хочу отметить, что несмотря на то, что наша профессия очень сильно популяризирована, все-таки это очень серьезный, осмысленный, я бы даже сказала, тяжелый мужской труд. и для того, чтобы освоить все то, что заложено в наших курсах, нужно серьезное время и ваше внимание, разумеется, ваше желание, поэтому правильно нужно рассчитывать свои силы. Если вы пропустили лекцию, у нас ведутся по всем курсам записи вебинаров, можно наверстать потом. Будут ли записи вебинаров? Будут. Доступны они в течение полугода после прохождения курса. У нас есть компьютерные классы и теоретические классы, соответственно, подходящий компьютер для нужд обучения у вас обязательно будет. Ну, и я хотела бы ответить на ваши вопросы. если они есть. Да, коллеги, пожалуйста, отправляйтесь в чат. Я буквально скажу сейчас пару слов еще самое главное про стоимость. Стоимость дипломной программы, вот, заметьте, она небольшая, а начинается от 69 тысяч. Это очно-заочный формат, когда вы можете смотреть записи и у вас регулярные консультации с преподавателем и вы сдаете работы, консультируетесь и как-то корректируетесь, но обучайтесь самостоятельно. Формат хорошо подходит для тех, кто, допустим, работает, кто не хочет подстраиваться под учебный график, кто хочет двигаться в своем темпе. Обратите внимание, что это и удобно, и дешево достаточно. Уже дороже будет очное обучение или в режиме вебинара, но цена также доступная. И сейчас мы для тех, кто в течение трех дней приобретет эту дипломную программу, мы сделали сертификат на 7000 рублей, пожалуйста, вы можете обращаться к менеджеру, промокод видите на экране, также он вам придет на электронную почту, чтобы вы не забыли. что хочется сказать, что если пока не готовы вот прямо к дипломной программе, но хотите себя попробовать, вот прекрасный трек, о котором говорила Надежда Германовна на современный дизайн интерьер. Это наш хит, он достаточно недорогой, я отправила вам ссылку в чат, пожалуйста, можете рассмотреть свой путь с него, начало своего пути, такой старт. В чем плюс дипломных программ? В том, что во-первых, после обучения на дипломной программе вы имеете возможность на течение 6 месяцев после окончания на скидку 50% на все курсы в режиме онлайн. То есть в таком ракурсе непрерывного обучения это такое актуальное предложение. Плюс выпускникам дипломных программ мы направляем вакансии стажировки, где не требуется опыт как преимущество. То есть мы за этих людей можем поручиться, мы знаем как по качеству их обучения и те, кто у нас учатся по дипломным программам, они, конечно, в первую очередь получают такую информацию. так, есть ли у нас вопросы в чате или можете сейчас задать голосом, если есть, может быть, какие-то по обучению, по профессии. Вопросов не вижу, мы с вами немножечко пересидели сегодня, задерживаемся, что коллеги, пожалуйста, давайте еще минутку мы ждем и если вопросов нет, будем завершаться. Так, что у нас профессионалы, какую зарплату получают? Оля, это к вам вопрос. Зарплата здесь, конечно, зависит, как я говорила, и от регионов, давайте я к этому слайду сейчас вернусь, от регионов, от вашего также умения, то есть опытный дизайнер с хорошим портфолио может получать до 200 тысяч рублей в месяц. И дальше идет развитие только через, скорее, репутацию, через личный бренд. где вы можете, часть дизайнеров не секрет, зарабатывают так же, когда берут индивидуальные проекты на стоимости материалов, когда на комиссии стоимости материалов, если вы оформляете особняк, это такие приличные достаточно суммы, как бонус. здесь что-то еще пояснить, Мария, или достаточно? я думаю, в каждой профессии это немножко зависит еще от умения презентовать себя, умения себя продавать. И, безусловно, этому можно научиться. Это навык. потому что иногда имея одинаковый уровень, можно продавать себя за дешево, можно продавать себя за дорого. У меня есть ремарка по поводу дизайнерского вознаграждения, поскольку я представитель фабрики, могу сказать, вот как с другой стороны озвучить цифры. Ольга. Вознаграждение дизайнера, вот о чем вы сказали, в зависимости от примененных материалов, может составлять до 20% от суммы заказа. 20%, одна пятая. Да, немало. Да. Так что, да, спасибо за ставку. Ну, так, по минимуму берем. Ну, что ж, коллеги, нам пора заканчивать. Я хочу всех поблагодарить, кто сегодня был с нами, кто сегодня выступал. Надежда, Ольга, Илона, спасибо вам большое, вы действительно наполнили практикой этот сегодняшний вебинар. Уважаемые слушатели, ждем вас в нашем учебном центре, всегда вам рады, любые вопросы, пожалуйста, на наш телефон, нашим менеджерам, они всегда рады будут ответить. Спасибо за субтитры Алексею за субтитры Алексею и за субтитры Алексею и за субтитры Алексею